здравия желаю дорогие друзья сегодня школа здоровья вновь в эфире и и ведущий попугай вася и так речь сегодня пойдет о никотине и никотиновой кислоте и так никотин высокотоксичный алкалоид перигинового ряда который содержится в растениях семейства посленовых преимущественно в листьях и стеблях табака а также в меньших количествах в томатах картофеле баклажанах и зеленом перце биосинтез никотина происходит в корнях растений а его накопление в листьях никотин является токсичным а теперь дорогие друзья никотиновая кислота или ниацин или витамин pp витамин который участвует во многих окислительно восстановительных реакциях образование ферментов обмене липидов и углеводов в живых клетках одна из форм витамина b3 лекарственное средство никотиновая кислота содержится в ржаном хлебе ананасе манго свекли гречки фасоли никотиновая кислота это пищевая добавка е 375 в россии она запрещена к использованию в качестве пищевой добавки и так дорогие друзья никотин и никотиновая кислота это абсолютно разные вещества дорогие друзья никотиновая кислота это витаминное гипополимидермическое специфическое противопелагрическое средство в организме никотиновая кислота превращается в никотинамид который входит в состав коферментов дегидрогеназ над и надф переносящих водород участвует в метаболизме жиров белков аминокислот пуринов тканевом дыхании углеводов гликолизе и гликогенолизе процессах биосинтеза помимо этого никотиновая кислота расширяет мелкие кровеносные сосуды в том числе в головном мозге улучшает микроциркуляцию оказывает слабое антикоагуляционное действие повышая фибринолитическую активность крови кстати дорогие друзья при нанесении никотиновой кислоты на кожу она способна усилить циркуляцию крови на коже головы что помогает волосам расти быстрее поэтому косметологи используют ее для лечения аллопеции однако дорогие друзья регулярный прием избыточных доз никотиновой кислоты кратно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний может приводить к инсульту или инфаркту а еще дорогие друзья напомню вам что никотиновая кислота предотвращает пилагру и в 1938 году в ссср успешно лечили пилагру никотиновой кислотой пилагра это кожное заболевание а теперь вернемся к никотину и еще раз напомню вам дорогие друзья что никотин и никотиновая кислота это абсолютно разные вещества никотин вызывает сильное привыкание при регулярном употреблении физиология и биохимия воздействия на организм никотина связаны с его воздействием на нервную систему в отделах парасимпатической нервной системы и к примеру дорогие друзья скажу что у курильщиков повышается частота и сила сердечных сокращений усиливается слюноотделение и перистальтика кишечника однако в больших дозах наоборот блокируются рецепторы к воздействию ацетилхолина и вот смертельная разовая доза при остром отравлении для человека это 0,5 и 1 грамм никотина и это однако без учета того что происходит при сгорании во время курения самого табака а при курении табака женщинами во время беременности есть риск для будущего ребенка в его последующей жизни заболеть диабетом второго типа ожирением гипертонией получить различные нейроповеденческие дефекты дыхательную дисфункцию и бесплодие а вот интересный факт американские ученые провели исследование что никотиновую продукцию курят около 20 процентов населения сша при этом большую половину сигарет выкуривает люди психическими расстройствами и шизофренией так вот дорогие друзья что я подумал а может быть бросить курить и вычеркнуть себя из списков шизофреников над этим стоит подумать так что дорогие наши курильщики бросайте курить и вступайте в клуб здорового образа жизни а на этом наш урок закончен дорогие друзья не забывайте что любую информацию нужно проверять проверять и еще раз проверять до свидания до новых встреч берегите себя